Здарова, стратегические жевжики! Вы видите и слышите главного жевжика планеты Земля, Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и этим видео я начинаю очередное прохождение на уровне сложности Божество Сидмерс Цивилизейшн 6. Начну с модов. Я буду использовать бета-репорт-скрин. В общем-то, все моды, которые я буду использовать, они в основном на интерфейс. Единственное, что, наверное, стоит отметить, это Fix AI Corporations. Благодаря нему мы сможем режим монополии корпорации использовать. Компьютер начинает нормально тогда с ресурсами взаимодействовать. А также, самое главное, Real Strategy. Вот две предыдущие партии я как раз этим модом на искусственный интеллект играл, и получалось очень сложно. Не буду спойлерить, может, кто-то захочет их посмотреть за Индию и Египет, по-моему. Если ничего не путаю, посмотрите обязательно. Но я уточняю, какие моды, потому что я выложу сейв первого хода традиционно, чтобы все, кто будет смотреть параллельно со мной, могли играть. И без этих модов у вас просто этот сейв не установится. А ссылки на мои моды, на сборник модов, которые я рекомендую использовать, есть в описании, в прикрепленном комментарии. Перейдите, я специально для вас сделал сборник в стимовском, в стимовской мастерской. Используйте и играйте вместе со мной. Теперь установки карты. Традиционно Пангея огромная, на 12 цивилизаций, но я увеличиваю до 16. По ощущениям, как раз то, что надо получается. И не слишком тесно, и хватает места. Из цивилизаций играем за Чаку, за Зулусов, по мотивам рейтинга цивилизации. Кстати, на эту серию ссылка в описании, опять же, на серию про Зулусов. Ссылка в описании или в прикрепленном комментарии. И вообще у меня за Зулусов только одна партия оказалась на канале. Так что как раз очень в тему получилось. Также там в рейтинге было Индия и Индонезия. Вот их тоже в соперники возьмем. Потом три цивилизации, которые обычно офигительно развиваются. Вавилон, Корея, Инки. И Россию возьмем, чтобы повоевать с ней в обязательном порядке. Потом посмотрим, с каких четырех точек Россия на нас нападение готовила. Против России Америку возьмем, конечно же. И соседи по африканскому континенту Мали, Конго и Нубия. А также тех, кто африканский континент колонизировал. Англия, Германия, Португалия, Франция и Италия. Ну, в данном случае Рим. Вот такие цивилизации. Настройки стандартные. Из режимов мы включаем только варварские кланы и монополии корпорации. Потому что во все остальные компьютер просто не умеет. Тайные сообщества, герои, легенды. Я считаю, что это просто какие-то фэнтези начинаются. А случайные технологии социальной института. Компьютер не умеет в них играть. Он реально начинает отставать по развитию. Потому что у них явно где-то там четко записано, как им надо развиваться. Поэтому это все отключаем. Все победы включены. Ну и, собственно, все остальное обычное у нас. Все остальное абсолютно обычное. Не знаю, стихийные бедствия. Ну, давайте троечку поставим на этот раз. Все включено. Моды вы видели, цивилизации вы видели. Я почему выбираю цивилизации? Потому что в прошлой партии, например, я поставил случайные. Там появились маури, которые не смогли найти себе место. Были сразу уничтожены. И у какой-то из цивилизаций получилось больше места, чем требуется. Что ж, с этим начинаю. Пока игра загружается. Скажу, что в этот раз без всяких челленджей. Мне кажется, вот этот Real Strategy Mod, он делает игру сложнее. Просто челленджи, они убирают некоторые механики. То есть, эту торговлю, там, прочее, прочее. Мне кажется, это... Ну, я хочу играть в циву, в которой вот эти все механики, они включены. В этом интерес, по-моему. И, собственно, вот эти все игры с искусственным интеллектом, я в первую очередь экспериментирую, как сделать игру и сложной, и оставлять механики внутри нее. Ну, давайте поиграем. Напомню, что все серии сразу видят спонсоры канала. Большое спасибо им за поддержку. В эти сложные времена вы продолжаете меня поддерживать, становитесь спонсорами, какую-то денежку присылаете. И суперспасибо тоже еще можно будет писать, посылать денежки. Для всех остальных серии будут выходить раз в сутки. Ну, давайте сыграем. Ну что, самый интересный момент. Вот, в партии, поздравить, где мы появимся. Появимся мы в каком-то говне, хочется сказать, потому что производства практически нету. Сплошной тропический лес, к тому же. Ну, я не вижу смысла уходить от озера, потому что это все-таки пресная вода. Лес этот мы будем вырубать, конечно же. Жалко, что тут равнины, а не холмы. Но весь тропический лес я, пожалуй, хотел тут холм. Я вырублю. Ладно, ставим улунди. Начинаем с воинов. Играя за... Против компов, разведчиков лучше не... Не, хотя можно с прачников. Давайте с прачников лучше. Что нам, воины? Прачники тоже норм. Так, тут мы походили. Еда, производство включаем. Кимерия. Это один мы континент нашли, да? Да. И... Ну, с лошадей, наверное, начнем. Откроем, где у нас тут лошади. Так, это тоже холм. Тут еда. Ну, хотя бы этих не будет. Нету вулканов и затопления рек. Так, тут уже конец карты. Неужто мы с краю Пангея. Это немножко полегче, чем когда мы в центре находимся, да? Блин. Ну, конечно, вот это места жопа. В плане развития какого-то просто... Просто невозможно. О! Так, Индус сразу у нас рядом. Ну, давайте. Большая честь познакомиться. Хоть эту руинку успели... О, разведчика дали. Кстати, очень... Очень классненько это у нас получилось. Так, это очень хорошо. Разведчик. Очень хорошо. Будет знаменитая потом... Знаменитая индус-козулузская военная. Конечно, если будет, конечно. Потому что я смотрю, Дели тоже в каком-то говне стоит. Вообще. Так, хочу подойти, посмотреть. Второй город он куда? Он еще не поставил второй город, я так понимаю. Ну, пока... Да, пока один город. Тут у компьютера на божестве как делается? У него есть первый посел. Он ставит первый город, ему сразу дают второго посела. Он идет ставить второй город и ставить второй город, ему сразу дают третьего посела. Вот так они расселяются. А не так, как я говорил, что типа сразу у него три посела. Немножко отличная, конечно. Немножко не так. Но все равно эти бонусы очень крутые. Так, а давайте лучше вот так сделаем. Будем расти. Ладно. Выключу свою рожу. Может, туда сходить посмотреть? Слушайте, ну это хорошо, что тут индус. Пускай он тут заселяет вот это вот... Вот эти вот грустные места. Ооо, а тут у нас чудо. Белая пустыня. Блин, а крутое чудо вообще-то. А с другой стороны, тут пустыня сплошная. А только если с Петрой. А тут нету производства, чтобы эту Петру построить. Вообще, если будет Наска, город-государство Наска, где-нибудь рядышком, то может быть и можно попробовать вот тут пожить. Так, что дальше? Горное дело. Да, наверное, горное дело надо. Думаю, после этого пращника давайте уже рабочего сделаем. Пока не рассказываю о способностях зулусов. Ну, в принципе, вы можете рейтинг цивилизации посмотреть. Там я более подробно все это рассказываю. Ну, и сейчас... Так, вон, поставил Индус второй город все-таки рядом с чудом. Так, а белая пустыня просто дает вот эти вот... Ну, не знаю, вот видите, и сразу появилось у него поселение. Вот поставил город, сразу появился поселение. То есть он где-то там еще будет вставить. Вряд ли он куда-то сюда пойдет. Хотя мы посмотрим. Хотя мы посмотрим. Да, туда пошел. Ну, и мы туда пойдем за ним. Глянем просто куда он... О, руинка. Отлично. Эту мы заберем. Против компа не часто можно руинки пособирать. Прямо скажем. О! Так, вот это... Вот это означает, что вот здесь... Вот это... Вот это какое-то чудо, судя по всему. По-моему, эти Галапагосские острова... Да, Галапа, да. Галапагосские. Ну, вот здесь мы будем ставить город, явно. Где-то вот тут. Так, наверное, против варваров поставлю. И на пантеон. Давайте нам рабочего. А, ускорение для обработки брона. Ну, в принципе, неплохо. Мы можем... Может, и не получится у нас убить трех варваров и ускорить... И ускорить... Эту штуку. Блин, вот с этой стороны инк у нас. А че инк не в горах? Я не понимаю. Я думал, если рядом с инком, то у меня горы будут. А как бы игра нам говорит хрен тебе. А не горы. Блин, я че-то хочу к океану больше селиться, а не в сторону инка. Хотя тут... Хотя вот это место, где стоит... Прачник, ничё такое. Надо подумать. Чего тут посорить, а потом уже чудо открыть. Так, начну пока мастерство. Так что у нас тут обрабатывается. Два хода рис сам добавится. Ну да, ладно, пускай так будет. Лошадей рядом со столицей нет, но, в принципе, они вот тут и вот тут. Мне кажется, всё-таки надо первый город вот сюда ставить, в сторону инка. Есть такое ощущение. Надо как-то вокруг пройтись, посмотреть. Угу. Риф. Тут риф. Ну, всё равно территория не фонтан, по моему мнению. Хотя у индуса ещё хуже. Имхо. Так. Астрологию или обработку бронзы с экандой? Давайте, наверное, обработку бронзы с экандой. Давай... Время, в общем-то, пришло в гости отправиться. Ждёт меня старинный друг. Он добрый и славный. Он друг самый главный. Он чака. Зулус чака. Всем он знаком? Кто угостит копьём? Пришло время узнать способности зулусов. Корпуса и армии формируются раньше. Если у обычных корпус это национализм, армия это мобилизация, вот в этих техах, то у зулусов раньше, особенно корпуса, извините, наёмники, они намного раньше, чем национализм. Поэтому, мне кажется, нам надо будет упор делать на культуру и армию. Армию, потому что и канда. На культуру, чтобы быстрее в наёмники выйти. Плюс пять к базовой боевой мощи корпусов и армии. То есть, корпус, мало того, что сам по себе сильнее, так он ещё и плюс пять будет иметь к этому. Так? Дальше. Города с размещенным юнитом получает плюс три лояльность в ход, это не особо интересно, и плюс пять с размещенным корпусом или армией. Захват города, ну, вообще, это интересно при захвате, то есть, у вас меньше будет отваливаться, но вряд ли мы прям будем держать корпуса, чтобы они не отвалились. Захват города юнитом повышает его до корпуса или армии, если открыты соответствующие социальные институты. Вот это прикольно. Импи, уникальный юнит Зулуса в средневековье заменяющий пикинёров, увеличенный бонус за атаку с флангов, низкая стоимость создания и содержания, быстрее получает опыт. Я просто к тому, что, ну, понятно, что пикинёры, эти копейщики апаются в Импи, но стоит ли нам строить пикинёров, копейщиков, чтобы их потом апать, они же требуют содержания, 65 производства, а Импи 125. Ну, в общем, по мере, по мере игры будем смотреть, но Импи, конечно, то есть нам, я так понимаю, у нас тактика расселяться до выхода в Импи и наёмники, причём наёмники и Импи, они все в средневековье, это примерно в одно время надо выйти, и потом корпусами Импи уже кого-то захватывать. Видимо, так будем действовать. И быстрее получают опыт. И Канда, уникальный район Зулусов, заменяет военный лагерь, даёт плюс одно жильё, после получения необходимой технологии или социального института можно быстро создавать корпуса и армии. То есть прям конкретные в Икандах можно быстрее создавать, а не при постройке... Подождите, то есть корпуса и армии в Зулузском районе создаются без военной академии, я правильно понимаю? Видимо, так. видимо, так. Потому что обычные цивилизации могут только... Где тут? После оружейной... Не после оружейной, после академии. Блин, где академия-то? Я потерялся, оружейная... А, вы хотите сказать, что у Зулусов... Нет, есть академия, вот. Позволяет создавать сразу корпуса и армии, но, видимо, у Зулусов, когда Иканда построена, получается так. И плюс еще здание в Иканде получает два золота и науку. Так что имеет смысл в развитии через Иканду играть. Поэтому нам надо и Канда, и театральная площадь. Вот так мы будем развиваться. за Зулусов. Так, пошли чудо, наверное, найдем. Кагуана, я первый встретил? Нет, чекуток первый, черт. Пожди, Кагуана что-то крутое. Плюс одну... А, Батей, нет, Батей, не прикольно. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция Суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, где-то у нас варварский клан Белой Совы появился. Воинов продает. Ну, такое. Мы где-то тут город будем ставить потом, так что я не думаю, что он сможет развиться быстро. Так, вот я думаю, если мы сюда встанем, то мы чудо увидим. Это холм. Так, пока пойду. Я, наверное, сразу и канду начну строить. Кстати, а можно пантеон на тропические леса взять? Вот мне сейчас пришло в голову. вообще-то. Так, потом рис пойдем обработаем, потом скот, я думаю. Так, нам как раз орошение надо ускорить. У нас куча, у нас все ресурсы роскоши рядом требуют как раз плантаций. О, Англия. В общем, Англия там с поселенцем идет. Черт. Ну, так, слушайте, плотненько. Мне надо как-то вот так вот тут сначала города ставить. Тут-то вряд ли кто в ближайшее время поставит. Ну, мне кажется, нету смысла строителя захватывать. Я бы пока отступал. Так, пора поселов делать. Я бы здесь постоял, чтобы Англия не перулась слишком далеко. Но я думаю, что она где-то... Она либо сюда ведет город, мне кажется. Мне кажется, она сюда ведет город. И первой цивилизацией мы стали. Отлично. Так, мы должны как-то в Золотой век выйти, потому что, во-первых, и Канда плюс 4 очка даст. Нам надо в Золотой век выйти. Так, мастерство сейчас отложим, я думаю. Нет, еще один ход. Еще один ход подождем. Блин, что ты сюда идешь? Она где-то вот на эту... Блин, она на эту реку хочет ставить. Черт. Ладно, мы стоим пока здесь. Она сюда пойдет, я сюда встану. Блин, это плохо, что Англия сюда хочет ставить город. Вообще, удивительно, как бы, вроде Индия ближе сюда, да? Блин, мне это не нравится. Так, индусу вроде нравится. не сойти туда пошел. Так, ну я сюда встану. Сейчас мы попробуем как-то отжать, может, этого поселенца. Так, мастерство отложим. Давайте международную торговку. Хотя континент, может, так уже много открыли, а континента второго не видим. О, ГГшка научная. Можно первым встретить? Е. Отлично, причем Женева очень неплохая. Плюс 15% науки, когда не ведете войну. Блин, для зулусов странная немножко, да? Озарение мореходства. Подождите, почему я... А, у него задание получить. Ну, кстати, вполне выполнимо для меня. сейчас сейчас вот тут посмотрим еще и приблизительно вокруг нас территория понятна становится. Этот мир абсолютно понятен, вам его не понять. Так, слушайте, отлично, она все-таки вот там на каком, ну, там где-то на реке собирается ставить походу. Я еще постою, но вроде как там собирается Англия ставить, это значит подселение Индии, это у них будут терки между собой. Это очень хорошо. Так, после обработки бронзы пойдем в ворошение, я думаю, раз идем в ворошение, то, наверное, смысл все-таки скот обработать есть. Кагуана неудачно стоит, раз, два, три, видите, вот, получается, где-то тут надо города ставить, а тут нету пресной воды, к сожалению. Ну, что, ставь, да, вон туда куда-то пошла, отлично. Так, приближаются варвары, сейчас пойдет сообщать обо мне. Так, ну, скаут хай тут бегает, этими мы возвращаемся на защиту, я думаю, этими тоже. От варваров или вообще может убьем этого скаута. Так, ну, я думаю, что нам все-таки первый город надо куда-то сюда ставить, где-то либо здесь, либо здесь, вообще, давайте, давайте разметим, давайте-ка мы разметим территорию, я бы расставлял как можно ближе к столице, черт, но все-равно как-то наверное все-таки сюда очень не хочется на какой-то ресурс ставить. дальше. Дальше. Ну, что, здесь получается на пшеницу или на лес. по-хорошему надо бы блин, все-таки мне кажется надо сюда ставить. Нету смысла, ну, конечно, чем ближе, тем больше лояльности, да, а с другой стороны мы вот туда же дальше не сможем поставить города. Тут прям на табак я бы бахнул. И тут тогда вот сюда влазит. Вот это наши главные четыре города, которые надо быстрее поставить, чтобы отжать территорию и иметь. То есть вот тут важнее быстрее всего поставить, чтобы эти ребята не забрали себе. Ну, я боюсь, что важнее даже вот сюда и сюда мне кажется. Или подождите. Или сюда и сюда. Сюда и сюда, наверное. подождите. там скаут побежал сообщать о нас. Так, сюда мы приходим на третий ход, туда на четвертый, поэтому сюда пойдем. так, сделаю, быстрее поселенец появился. Я пока встану здесь. Я думаю, что от варваров мы там отобьемся в любом случае. Блин, тут железо. Давайте мы, наверное, железо лучше обработаем. Эту клетку выкуплю. Так, ну, тут дальше исследуем. Ну, такие вот уже нормальные шикарные места начинаются, но для меня они далеко. Не, мы, наверное, кандо будем строить. Кандо я, наверное, сюда поставлю. О, даже сама клетка купилась. Да, блин, что-то тут встал дуболом. Ладно, в эту сторону пойдем исследовать. Нет! Так, 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 так. Мы, наверное, встанем вот так. Смотрите, он сейчас пойдет сюда и мы его захватим просто. Он явно сюда хочет пойти. Ну, в любом случае, куда-то рядом пойдет, мы захватим этого посела. Ну, поэтому мы тут и стояли. Так, строители, антикавалерийские юниты. колесо, обработку железа ускорили. Меняем что-нибудь? Не, мне еще один ход точно, да. Нет, пожалуй, не меняем. трудовую повинность открываем. Ну, куда пойдешь? Вот ты дурочка. Спереулочка. Спереулочка Бейкер-Стрит, блин. Так. Так, ну что? Объявляем войну Англии, получается. но сейчас все вокруг меня возненавидят и мне надо будет армию строить. но извините, посел того стоит. я смогу тут посоветовать. У меня будет четыре города благодаря этому. Это, по-моему, очень важно. И, наверное, надо туда вести. Прибегут тут варвары, будут грабить Улунди, хрен с ним. Тут мне важно. Так, у меня все осуждают. Теперь несомненно индус тоже. Опа. Унсу встретили. Это торговый, да? Так, плантацию открыли. Политическую философию скоро у нас вот тут внизу Вавилон. И Вавилон встретили. Где Вавилон уже? Вавилон уже наверное в ученичестве. Мне вообще странно выглядит, как будто он где-то вот здесь. Не мог он Акведук построить и феодализм он не мог. А вот в ученичество мог выйти. Слушайте, ну далековато Вавилон, слава богу. Вот я бы из этих всех я, конечно, Вавилон больше всего боюсь. Знаете, я бы вот эту клетку выкупил, просто чтобы гипс был у меня, а не у Англии. Блин, надо было Ах, ты мне пока не работает, да? Да, еще не работает атака с фланга. Так, восемь ходов до конца. Успеем ли мы Иканду построить? Успеем. Успеем. Дальше, наверное, стены нужно быстрее открыть и стены строить. Особенно в кваду Кузи. Вообще везде надо будет стены построить. Да, Индус осуждает. Не сомневался. Стоим в защите, я думаю. Не выходим сюда, потому что если я выйду прачником, то ему хана. О, ты хорошо тут скаута подвела. Ну и что берем? Ага, тропические леса уже забрал кто-то. Речная богиня вряд ли. Создание чудес, рыбацкие суда тоже вряд ли. Пастбища. Но вообще тут на плантации выглядит, плантации есть. Так, лагеря тоже нет. Две веры от каменоломен. Но у меня раз, два, три. и может на каменолом нереально взять. потом, если я сейчас не выйду в золотой век, то и смысл. Я бы все-таки что-то на культуру брал. Раз нам надо в наемников быстрее, то логично взять на культуру, нет. То есть на плантации. Ну я даже не буду проверять, тут из-за тропических лесов 100% низкий престиж везде. Давайте наверное от плантации возьмем. Правда плантации еще я не скоро построю, но это хотя бы на культуру. как он хорошо подошел то. Так, не должны вроде дуболома убивать. Так, я стою жду посела, чтобы его провести спокойно сюда. Ну конечно красиво индус расставил города, но они же вообще никак развиваться не будут, как они растут, как фейдером, ну ладно, ради оазиса только. Как вот это будет расти вообще? Стоим в защите. Да не, не должны он отошел отлично. Проатакуешь? А тем остался на месте? Очень интересно. ну бежит скаут, но я ничего не могу поделать. Тут мы должны пусть его довести пять ходов до конца. Шесть ходов до обработки железа не выйдем, да? Астрология, колесо. Давайте наверное пару ходов стрельбы из лука пооткрываю. Блин, я вот думаю, где мне иканду лучше ставить. Сюда, сюда или может быть вообще сюда. Ну, слушайте, с этой стороны вряд ли кто-то будет нападать вообще. То есть Вавилон где? Он вообще тут может город поставить? О, он только вот тут если где-то очень вряд ли он сюда будет лезть. Ему надо ГГшки сначала захватывать. Хотя вот Пусил куда-то идет, надо как-то последить за ним куда. Скорее всего с этой стороны, мне кажется вот сюда надо ставить. Ромашку пока не думаю, но ромашка где-то вот здесь мне кажется у меня будет. Тут вот еще город будет третий. Вот выглядит как вот сюда. А тут лошади мешаются. Так, какой шанс, что мне импи войну объявят? Может мне стены в квадакузе лучше строить? Блин, 20 ходов это долго. тяжелое поражение. Новый континент я когда-нибудь найду? Блин, воин орел. Так, а здесь конец континента все-таки все-таки. Это какой-то парад перед Умгундулву юнитов? Или что? Так, и леканда. Не, не хочу на прачника лезть. Надо туда возвращаться и вот туда куда-то идти, мне кажется. надо отступить и взять прокачку. Здесь пока постоим, я думаю. Блин, три очка не хватает до золотого века и три хода. Но мне кажется, я их могу получить только вот за этот город я не получу очки. Только если встретив кого-то похоже. Ну что, казармы надо построить? Или обучение в военном лагере генерала? Ну три хода литературное произведение, то есть он все равно это надо будет сделать, но но эти что, давайте сначала прачников доделаем, чтобы уже три прачника точно было. Трудовая повинность и военная подготовка ускорена. Плюс нам надо кати наемников ускорить. Вообще что у нас по пути в наемники и что нам надо ускорять? Строительство целью объявления войны шесть ферм. Вообще все все ускоряем. Ну конечно объявление войны это не от нас зависит. О как он хорошо встал-то. Наверное плюс пятьдесят давайте и просто производство видимо. Я бы во всех городах сделал блин его не убьем к сожалению. Но а что блин что я сделал мне наоборот надо было прачника сюда ставить этим атаковать что-то я тупанул сейчас. Блин и мне нужен рабочий. Так еще интересный вопрос кого брать. Наверное все-таки Магнуса и вот в столице вырубить эти всякие тропические леса и параллельно Магнуса прокачивать на то чтобы не тратились жители при постройке поселенцев. Мне юниты надо строить на самом деле. Возможно ошибка монументы строить. Да я вот прошлым ходом несомненно ошибся в размещении юнитов. Так просто подойду или нет просто подойду если он атаковать чтобы он отошел от города. Ну что два очка вряд ли у меня появятся. Так что у нас на счастье только табак есть? Блин вот этот вот эту клетку надо выкупить. Это слишком жирно отдавать индусу. прачник коза вообще бы вообще бы конечно генерала еще получить. Копейщика все-таки сделаем. АГГшки что-нибудь хотят озарение для мореходства великого торговца торговый путь. Да но опять мы мимо золотого века как видите к сожалению нет у нас возможности никак выйти кстати можно и в мечника пойти чтобы там дуболом апнуть. Или давайте давайте открою блин вообще есть шанс ускорить черт все хочется все хочется я вот думаю что мне в Улунде строить по-хорошему конечно юниты давайте копейщика копейщик точно не помешает я думаю очень тупо сыграно компом имхом особенно уведение уведение этого прачника по какой-то причине нет ну тут на юниты здание строителей нет тут пока все так оставляем так вот отступаем в город подходим значит атакуем и должны убивать отлично так ну вот теперь с тремя луп хотя у меня не будет денег на три лука у меня только на два лука будет наверное все таки в мечника пошли или в деньги пошли потихоньку в деньги тут в улунде после копейщика нужен торговец сто процентов не меняем ничего а мы с викторией еще не можем мир заключить а мы можем заключить мир с викторией в общем мы шесть ходов еще можем повоевать я не буду строить поселенцев вот эти шесть потом вот тут мы с другой стороны там варвары может с варварами лучше идти расправляться давайте наверное мир заключим с викторией хочу заплатить хочет нет не хочет но отлично мы как минимум я думаю одного соперника немножко выглядит то есть у Англии сейчас только два города да да лондон элит вообще очень странно очень широко как-то вот почему она повела сюда город ставить а теперь не вот здесь мне непонятно так ну я не буду апать прачников я лучше выкуплю например вот этих же лошадей и мне надо рабочих строить давайте наверное блин ну там и поселенцев через два хода надо будет рабочих два и три хода ранней империи шесть ходов открывается но тут и не факт что я засменю и ладно содержание юнитов пока нету ладно давайте плюс пять против варваров поставлю тут копье серно за один ход достроится а там надо оставить производство потому что медленнее тогда монументы будут строиться если я уберу производство монументы нам нужны чтобы вот тут быстрее клетки захватывать ну и начинается античность традиционно при выходе в следующую эпоху серия заканчивается продолжение уже в следующий спонсоры канала могут прямо сейчас ее поискать во вкладке сообщества для всех остальных новая серия появится завтра спасибо что смотрите начало по-моему бодренькое получается на этом все играйте в умные игры слава Украине и живи Беларусь я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео субтитры